В Одесском дворце спорта уже в апреле могут сыграть сборные Украины и Словении по футзалу, а капитальный ремонт спортивной арены обойдется в сумму около 100 миллионов гривен. Но вместо многофункционального комплекса на проспекте Шевченко может появиться и коммерческий каток. Какая судьба ждет Одесский дворец спорта, смотрите далее. Сегодня в Одесском дворце спорта и на подходах к нему проходит выставка ярмарка, но руководитель комплекса Игорь Волошин рассказывает, уже разработан план реконструкции дворца спорта до 2017 года. Хотят сделать много, от собственной котельной и обновления вентиляционной системы до замены кровли. Уже сейчас идут работы по ремонту спортивных помещений. Сейчас ведутся работы по строительству спортивных залов. Мы надеемся, что мы отстроим новых пять спортивных залов для единоборств и бокса. По единоборствам это смешанное единоборство ММА, зал карате новый, зал вольной борьбы. И в перспективе, надеемся, при поддержке Министерства молодежи и спорта создание на базе Одесского дворца спорта центра олимпийской подготовки по единоборству. В октябре во дворце спорта планируют проводить игры баскетбольного клуба «Бипа Одесса». Хотят закупить игровой помост, кольца, табло. Из игровых видов тут может появиться и футзал. Если все получится, в апреле месяце планируется проведение отборочного матча Кубка мира УИФА по футзалу между сборной Украины и сборной Словении. В перспективе планируется проводить такие отборочные матчи. Помимо этого, в планах руководства после капитальной реконструкции закупить ледовое оборудование и сделать каток. Правда, еще один из возможных путей развития комплекса – полное перепрофилирование его в коммерческий ледовый дворец. В таком случае остальные виды спорта останутся не у дел, признается руководитель комплекса. Потому что без реконструкции в нынешнем состоянии заливка катка сделает невозможным проведение других мероприятий. Есть шанс, что этот вопрос попытаются пролоббировать на одной сессии областного совета. Дворец спорта является коммунальным предприятием, собственностью Одесского областного совета и решение принимает Одесский областной совет. Хотелось бы, чтобы Одесса и Одесситы в конечном итоге получили многофункциональную арену, дворец спорта, в котором каждый для себя нашел бы, ну скажем так, то направление, которое ему импонирует, которое его радует и которое ему близко. Если же областной совет согласится проводить реконструкцию в многофункциональную спортивно-концертную арену, то примерная стоимость работ составит около 100 миллионов гривен. Часть средств должен будет выделить областной бюджет, часть спортивные федерации, а недостающие финансирование будут искать за счет инвесторов, переговоры с которыми идут уже сейчас. Александр Полуев, Алексей Филиппов, 7 канал.